Всем привет, дамы и господа, меня, как всегда, зовут Ната, и добро пожаловать в новое видео. Возможно, вы ещё не в курсе, но я гуру отношений, просто эксперт. По это дело, что я шучу, просто недавно я наткнулась на какой-то просто невообразимо глупый тикток со смешными советами по отношениям, и они были поданы на максимально серьёзных щах. Я подумала, может быть, я чего-то не знаю, знаете, я уже довольно давно в отношениях и никогда не задумывалась о психологии отношений, вот не разбирала прям какие-то вещи по полочкам. Всё это у меня шло достаточно естественно. Я подумала, ну блин, может быть, мы сможем сегодня что-то почерпать, черпнуть, почерпнуть, пересмотреть какие-то свои определённые взгляды на вещи. Но перед тем, как начать это видео, вы могли бы, пожалуйста, зачекать мой инстаграм. Там много интересных постов, фотографий, сторис, истории и так далее. А также разойти, посмотреть, что мне присутствует в телеграм-канале. Если вдруг вам интересна личная жизнь, начнём. Начнём просмотр интеллектуальных тиктоков. А просматривать мы будем различные сексистские тиктоки от мужчин и от женщин, в том числе с советами по отношениям. Советами, как женщина или мужчина должны себя вести. Эти фразы, которые седут с ума от своего парня, часть 3. У тебя огромный или любой комплимент. Мужчины точно так же, как и женщины, любят ушами. Да и в целом комплименты приятны абсолютно всем людям. Поэтому, как говорит моя мама, если мужчина красивый, говори ему, что он умный. А если он умный, говори, что он красивый. Не забудь нажать... А если мой мужчина и умный, и красивый, тогда ему что, получается, не говорить комплименты? Или что? Или как? Я просто не понимаю, я считаю, как бы, своего парня умный, но красивый. Значит, что дальше? Что мне ему говорить? Точно, я ничего не должна говорить. Хорошо, я это запишу обязательно. Запомните, братцы, если долго смотреть на девушку, то можно заметить, как она выходит замуж за другого. Что делать, если ты проснулся ночью и услышал, как родители занимаются сексом? А может, ты просто не вовремя вернулся домой и застал их на самом интересном месте? Если тебя не заметили, попробуй уйти без лишнего шума. Если остаться незамеченным не удалось, быстро извинись и удались, сделай вид, что ничего не было. Если родители потом захотят сами с тобой поговорить, попробуй отшутиться или сказать что-то вроде «это не мое дело». И главное, порадуйся, что у родителей есть секс. Это признак здоровых отношений. В конце концов, ты появился на свет, благодаря тому, что родители занимались сексом. Ах, порадуйся, что у родителей есть секс. Классно! Как классно! Я застала своих родителей, но это действительно круто, что у них что-то есть, да. Мне стало намного легче. Сначала я думала, что у меня просто травма, а потом я поняла, что на самом деле можно радоваться за родителей. Ладно, на самом деле, это, наверное, какая-то отдельная тема для обсуждения. Не хочу ее затрагивать, мне просто показалось сначала, что это шокирующе смешно. Не знаю, что вот не смешно, но на самом деле многие дети с этим сталкиваются. Но, anyway, попробуйте просто уйти из дома навсегда и никогда больше не говорить с вашими родителями. Любых людей не стоит сравнивать с другими, если это как бы в негативном контексте. Да, и в положительном, такое себе. Не говори о своих комплексах. Это так тубо, то есть стоит полностью закрыться перед человеком. Ничего им не говорить о комплексах, о страхах. Ни о чем, потому что не дай бог, чтобы мужчина узнал, что у вас есть какие-то комплексы или страхи. Потому что он сразу, он сразу потеряет любой интерес к вам. Потому что все, что ему надо, это здоровая, красивая женщина, которая исполняет свой дом, моет посуду, готовит. Нельзя ему говорить про себя ничего личного. Никаких интересов, все забудьте. Существует так только интерес о мужчинах. Ладно, много друзей и парней. Окей. Ладно, я не могу, не могу это никак аргументировать, но меня просто поражает второй пункт. Поддерживает ЛГБТ. Ну, то есть это в смысле, почему? А что с ней не так? А типа вдруг, вдруг она принадлежит к ЛГБТ, либо она общается с ЛГБТ-людьми, значит, они ее совращают, значит, у них там оргии, это же ЛГБТ, ну, вы знаете, да? Имела одного парня или больше. Просто половина женщин планеты, а то и больше. С ними можно не общаться сразу, потому что у них уже было, возможно, один парень, либо в саде, там за ними кто-то ухаживает, либо, не дай бог, было больше одного парня. Это же просто какая-то, ну, профурсетка. Самая настоящая. Так, и опять же, все любители пива, это вот Мэдисон, все дела, энергетики, это все мы скипаем, нужна здоровая и красивая, помним, никаких энергетиков. Возраст, это просто цифра. У меня же такой странный компаний. Ой, привет, Леша, как дела? Все нормально? Ну, мы пойдем с пацанами на кладбище сегодня ночью. Все, будешь с нами? В 3 часа ночи встреча, кстати. Возьми с собой, пожалуйста, козу, если вдруг найдешь. Ладно, я на самом деле не буду придуриваться, я уже не раз слышу вот эту вот всю тему, да, то, что дайте мужчине поскучать, дайте, чтобы он почувствовал какой-то странный холодок, но как бы, тем не менее, он бы захотел вас завоевать. Не придумайте себе это все дичи, мне кажется, это вот какие-то витающие в облаках правила, которые их на самом деле нет, их не существует, и все на самом деле все равно, но почему-то мы продолжаем им следовать, да, то, что вы там сразу не отвечаете парню, моментально, не дай бог, он подумает, что вы ему не безразличны. Это полный бред. Возможно, так иногда работает, но просто подумайте рационально. Если парень вас заинтересовывает, только когда вы его динамите или показываете, что у вас есть еще другие люди и вам вообще как бы все равно, то зачем вам нужен такой парень? Если тебе меньше 16... Это просто мой любимчик. Если тебе меньше 16, пролистывай. Что реально нужно мужчинам? Саб офис. Для девушки важна состоятельность, то есть деньги. И это очевидно. Стабильность и возможность расти детей. А когда у мужчины много денег, то по сути ему не так и нужна девушка, ведь он ее спокойно может оплатить. Еще остается возражение, кто будет готовить и убирать. Некоторые девушки принципиально этого не делают. К тому же есть люди, которые выполняют эти задачи за определенную плату. Получается, такой мужчина женится только тогда, когда захочет детей. Либо по большой любви. В случае мужчин, у которых не так много денег, они женятся на тех, кто дает. Либо тоже по большой любви. Добро. Я не знаю, короче, я потеряла как-то нить. Я даже не знаю, что сказать. Я сначала хотела много всего сказать, эти премии даже сказать. Че-то он меня как-то усыпил. Знаете, я вроде бы спать захотелась. Короче, какой итог? Мужчина, у которого есть деньги... А-а-а! То есть, когда у мужчины много денег, ему не нужна женщина, по сути, потому что он может за все это заплатить. Что делает девушка? Там заготовка, уборка и так далее. И, по сути, ему нужны только дети. Но, блин, можно же ребенка усыновить тоже. Получается, все мужчины, у которых есть деньги, им вообще не нужны женщины. Интересно, я не знала об этом. Илон Маск, там, например, ему вообще не нужна женщина. У него уже много детей. У него много всего. Получается, Билл Гейтс, женщина? Нет. Возможно, ему нужен мужчина, но не женщина. Тим Кук. Почему он гей? Да потому что у него много денег. Советы анимешника. Я прям представляю эту сцену. Значит, идет как эта шутка в компании. И просто глаза такие. Получается, все люди, которые когда-либо отряхивали с меня какую-то... На самом деле, у нас было что-то другое. Ты просрал собственную семью. Ты ее просто просрал. Ребята, объясняю. Как именно вы заваливаете долбанный баланс в отношениях? Вы перестали открывать дверь. Вы перестали помогать своей женщине. Носить сумки, если ей тяжело, а вы рядом с ней. Одевать ей пальто, если вы рядом, вы джентльмен. Вы не делаете эти мелочи, которые для женщины в ее психологии определяют вас как самца. Определяют вас как мужчину, которого она ценит. Это мелочь. Это ничего для вас не значит. И это да, это херня по факту. Но вы перестали это делать. Нам не сложно. Но вы заваливаете баланс. Вы даете право женщине думать, что вы ей вообще не нужны. Она может все делать сама. Как только у нее... Вы даете время женщине думать. Нельзя ей давать право. И вообще никакой момент, чтобы она начала думать. Что оказывается, оказывается, она может сама есть сумку. Оказывается, она может открыть дверь сама. То есть мужчина как бы по сути ей не нужен. Это как то же самое, что мужчина, у которого есть деньги, да, ему не нужна женщина. И женщине, у которой есть руки, у которой есть ноги, получается ей мужчина не нужен. Ни в коем случае мужчине нельзя давать девушке, чтобы она начала думать. Это разрушит все отношения. Видео для парней, но девчонки, теперь будьте на чеку. Как потрогать абсолютно любую девушку? Еще бы... Просто подходишь к ней на улице, так трогаешь, не знаю. Если ты начнешь трогать ее, щупать сразу, она просто пропишет тебе леща и пошлет куда подальше. Начинать нужно с микродействий. Нужно понимать, что для девочек физические контакты... Ставьте лайк, если вас в маршрутке не раз трогали чужие мужчины. Ничего смешного. Это очень важно, это очень чувственно. Начинать нужно всегда с малого. То есть я делаю следующее. Я всегда знакомлюсь, я жму руку девушке. Во-первых, это необычно, потому что очень мало парней это делает. Я могу поцеловать ручку и это тоже будет прикольно. Для них это мило, спасибо, там прикольно. Вот. Далее ты можешь где-то в диалоге просто... О, ты тоже... Забавно, что он снимает TikTok в комнате своих родителей. Я, кстати, дико не люблю, когда руку целуют. Мы же, блин, не в 19 веке, не в 18, не в 17. Да, пожалуйста. Просто как-то это кринжо, не знаю. Особенно на первом свидании. Кому? Сейчас коронавирус. Не, пожалуйста, не ссылуйте руки, они грязные. Привет, дорогуша. Как понять, что ты понравилась парню? Часть 2. Погнали. Расскажу тебе о простой фишечке, когда девушка нам нравится. Мы непроизвольно, сами того не подозревая, парни, наклоняемся все ближе и ближе к девушке. И это потому, что нам нравится, как от нее пахнет. Потому что мы хотим лучше ее слышать. Нам нравится ее голос. Мы хотим просто физически быть с ней как можно ближе. И поверь, если парень во время разговора к тебе наклоняется, то ты ему однозначно симпатизируешь. Ты ему симпатизируешь? Нет, это он тебе симпатизирует. Я вам говорю, это квартира родителей. Я не читала всех этих книг. Выберите кольцо, которое притягивает вас больше всего. А я расскажу, какой вас видят мужчины со стороны. Это очень крутой тест, который расскажет многое о вас. Только перед началом не забудьте поставить лайк. Вау! Это действительно дельный тикток. Я выбрала кольцо, которое мне больше всего понравилось и поняла очень многое о своей жизни. Я выбрала кольцо номер два. Что значит, что я свободная и жизнерадостная. А также сильный пол тянет ко мне как магнитом. Для мужчин оказывается, я воплощение жизни таковой. И вообще мужчина обретает со мной новые краски. Именно когда мы попробовали первый раз эту кислоту, он и обрел новые краски. Часто слышат мужчин, блин, да она эстетичка. Она меня пили, задолбала всякими проверками постоянно, прям вытягивает из меня энергию. И практически никто из мужиков не понимает суть то, что женщина, она как энергетический сосуд. И пока ты ее не наполнишь, она не дает тебе энергию. Она пытается взять ее из тебя. Ну тут очень пошла шутка, но я не буду шутить, я не очень поняла что за сосуд, что там надо чем наполнять. Короче, эклер какой-то мы, собственник, потому что не разрешает делить с откровенными фото в своих социальных сетях и так далее и тому подобное. Девушки, нет. Это позиция уверенного в себе мужчины, который не хочет, чтобы его женщину видел кто-то в таком виде, в котором видит ее он, кроме него. И это адекватно. И это говорит лишь о том, что он дорожит вашими отношениями и хочет, чтобы что-то оставалось только в вашей семье, а не являлось частью общественности. Правильно, а все почему? Потому что женщина это собственность этого мужчины. Соответственно, он решает, в каком виде ее должны видеть другие, как ее должны воспринимать другие. Он имеет ей полное право запрещать все-все-все-все-все вообще, потому что, не дай бог, кто-то и знаком видит фотографии вот в этих коротких шортах на море. нет-нет-нет-нет-нет, пойдут слухи, а что это значит, что она профурсетка. Все, это дельные советы, действительно, я никогда об этом не думала и теперь точно никогда не буду посидеть никакие фотографии. Что-то случится, и кто-то увидит эту фотографию, кроме моего парня, кто-то увидит кусочек моей ляжки, кроме моего парня, и все, он поймет, что я больше ему не принадлежу. Оказывается, он не абьюзер, сексист, манипулятор, харассер и так далее, он дорожит отношениями, что если он запрещает вам выйти блин на улицу, запостить фотографию в инстаграме, он просто дорожит отношениями. Я не знаю, как не закладывать так много пост-иронии, потому что я просто не могу остановиться, меня прям несет. Надеюсь, вы понимаете, что это все супер-ирония, потому что я не могу остановиться, это оказывается очень легко и весело делать. А зачем нам жениться, если мы друг друга любим? Любовь не нуждается в штампах. Если ты слышишь такие слова, это жестокая манипуляция. Мужчина тем самым говорит тебе, дорогая, мне с тобой очень удобно, за секс не надо платить, но если подвернется другая, я без проблем уйду к ней. Теперь я все поняла. Я раньше думала, что мы с парнем специально не хотим жениться, чтобы не разводить вот эту вот какую-то странную, дурацкую, старую, традицию, а на самом деле он все это время просто пользовался мной. Вот в чем дело. Оказывается, я не хочу замуж, потому что я тоже, видимо, использую его, и мы друг друга используем. Я буду говорить постоянно про кольцо, если вдруг он не захочет жениться, то мы сразу все, ну, расстаемся, получается, потому что, как так, он ее использует, выходит. когда женщина выходит замуж, это вот действительно то, что ей надо, то, чего она хочет, мужчина, он как бы платит ей за все. Это получается вот как бы платные отношения, а так, без штампа, это бесплатно. Я уже сама в своей постироне запуталась. Вот, почему мужчина не хочет жениться в номер два? Вас просто не любят. Вам говорят, что любят, но на самом деле не любят. Потому что, когда женщину любят, ее пытаются оградить от окружающего мира других мужчин. То есть, помечают ее в прямом смысле слова. То есть, есть петель? Знаете, как собаки и кошки помечают территорию, вот они писают там все вокруг? Мужчина таким же образом, когда дарит кольцо, он фигурально в плане писает на женщину и помечает ее, чтобы другие самцы, чтобы их отвлекал этот запах, этот вид кольца. И они тем самым ограждают ее от всего мира. То есть, когда мужчина вас закрывает дома, забирает вас в телефон, не разрешает ничего, постит в соцсети, он просто вас очень любит и оберегает. Оказывается, все эти маньяки, про которых я рассказывала, они просто дико любили и оберегали своих и жертвы. Ну, кто-то все равно может подойти и сказать, девушка, давайте познакомимся. Она сама может сказать. Видишь? Смотри! К ней не подходи, а! Я к ней близко подойдешь, да я тебе заколю. Не дал у нее кольцо на палец, а я даже не знаю, на какой руке. На какой руке у вас носит кольцо? Пишите в комментарии. Знаю, что у вас наоборот не так, как в России, поэтому... У меня есть семья, у меня есть мужчина. Поэтому, если на вас не хотят жениться, одной из причин может быть действительно отсутствие любви по отношению к вам. И очень часто мужчины, которые находятся в отношении... не знали еще раз, если вы не знали еще раз, как работает брак, как работает кольцо на пальце, получается, женщина, она как бы ограждена от всего мира, и когда к ней приближается на территорию мужчина, это кольцо, оно издает такие определенные электромагнитные импульсы и отталкивает чужого мужчину. Он не может даже подойти к ней на то, что там потрогать и так далее. То есть, она не может априори изменять. Нигде не хотят жениться, которые даже произносят фразу «Я тебя люблю», они произносят немножко неправильно. Я люблю свое состояние рядом с тобой. Мне настолько комфортно. Я замечала иногда, что мой парень говорит, я тебя люблю очень как-то странно, как-то мямый, это все потому, что он не хочет нас. Ладно, ребята, я надеюсь, что мы с вами многое почерпали, многое осознали. Еще раз напоминаю, что это все ирония, я совершенно не согласна ни с одним из этих видео. Я просто не знаю, как их оспаривать, потому что они мне и кажутся, мы максимально идиотскими и настолько тривиальными и банальными, что мне кажется, любому человеку понятно, то, что унесут на стиктокер, это полная тичь. Ставьте лайк, пишите коммент, пожалуйста, если вам, вдруг понравилась такая рубрика, я выпущу еще таких видосов, мне все понравилось снимать. надеюсь, видео будет не очень длинным и мне не придется разделить его на две части, потому что все достаточно долго идет на самом деле. И что еще? И пожалуйста, чекайте другие видосы, заходите на инстаграм, на телеграм, и... Ух! Увидимся совсем скоро, так что всего-всем пока.